Пострадали с вами? У меня головой ударилась. Уже врача-врач что-то вам говорили? Нет, я ещё не подходила к врачу. А как вообще всё произошло? Я не видела, я сидела, смотрела вперёд. Не видела. Вы сидели в вагончике? Я сидела на первом сиденье за водителем. Не знаю, я не видела, что произошло. А что вы почувствуете? Удар. Удар, а потом закружилось всё. Не поняла даже с самого начала, что такое вообще произошло, да? Я не поняла этого. А потом, как полиция там приехала и все остальные? Ну, скорая. Мы вылезли, скорая приехала, а потом... Убежать туда? Потом полиция приехала. А внутри что происходит? Я знаю, потому что, слава богу, никто не погиб. Ребёнок. Погиб? Ну, я не знаю. Говорю, его увезли. Девочка, она пострадала. Сколько лет? Я вроде слышала. Шесть, что ли. Никого. Ребёнок. А вот три перевозки? Боялись, испугались? Нет, сразу все стали вылезать, кричать. Быстрее, вылезайте быстрее. Все вылезли через крышу, по-моему. Не знаю. Или через окно. В мою сторону, где я сидел. Маршрутку начал крутить стопором, она перевернулась. Затем тёмный экран. На этом всё. Мы немножко опоздали, извините, Раджио. Как вас зовут? Меня зовут Кирилл. Кирилл. Исанин. Исанин, да. Кирилл, ну как вы вообще себя чувствуете? Да нормально, уже нормально. Шоковое состояние прошло. Что медики говорят вам? Ну ничего, сейчас травмы прям посмотрим. Ну как произошло самое начало истории? Я ничего, ехали. Я сидел в телефоне вообще. Не смотрел никуда. В мою сторону удар. Или кого уж, как сказать, ехал на большой скорости. Всё, машину вот, вы можете увидеть. Снесла два столба. Её начало крутить стопором, мы перевернулись. Я разбил головой стекло и вылетел. То есть вот через лобовое стекло вылетел? Нет, через боковое. Да, и вылетел. Кирпичами дальше там. Пробил спиной, ещё что-то. То есть, по сути, получается, я так понимаю, что вы виноваты, наверное, для легковушки? Конечно, легковушка виновата. Ну, нормально. Мы сразу вылезли. Заднюю дверь открыл. Всё. Всех вытащили. Девочку придавило. Девочка, как вы считаете, в состоянии не видела? В тяжёлом состоянии. Однозначно. Да. В тяжёлом состоянии. Пострадало более десяти человек. Один пассажир маршрутки находится в тяжёлом состоянии. По имеющейся на данный момент информации, молодой человек, водитель легкового автомобиля, выехал со второстепенной дороги на главную, не производив преимущества движения маршрутного такси. В результате чего и произошло данное дорожественное происшествие. В первых комментариях водитель легкового автомобиля пояснил, что задумался, не заметил соответствующийся знак, выезжая. Данный перекрёсток оборудован всем необходимыми средствами организации дорожного движения. Претензий по состоянию уличной дорожной сети у нас нет. Претензий к маршрутному такси у нас также нет. Он находился на законном маршруте. Имелась карта маршрута. Водитель жителей города Твери. То есть никаких данных, следящих о каких-то нарушениях со стороны маршрутного такси на данный момент нет. Оба водителя практически не пострадали. В результате данного дорожественного происшествия пострадали пассажиры маршрутного такси. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, о водителе «Шевроле». Всё будет зависеть от тяжести последствий, от тяжести повреждений телесных, которые получили пассажиры маршрутного такси.